Несмотря на то, что слово модный инфлюенсер кажется достаточно современным, инфлюенсеры как таковые существуют испокон веков. Ну, например, в 1760 году Джозайо Уэджвуд сделал чайный сет для королевы Шарлотты, и он убедился, чтобы все знали, что это именно он разработал эту посуду для нее. В 20-х годах прошлого века Coco Chanel сделала все, чтобы зарекомендовать себя как икону стиля, что, естественно, дополнительно помогло продавать ей вещи своего дизайна. В 1984 году, благодаря коллаборации с известным баскетболистом Джорданом, Nike продали Air Jordan на 70 миллионов долларов. Ну, а через 4 года на экраны вышел сериал «Сервис в большом городе», и Кэрри Брэндшу, героиня, которую играла Сара Джессика Паркер, стала самым настоящим модным трендсеттером. Всех названных мною инфлюенсеров, а они действительно влияли на предпочтение аудитории, объединяло то, что изначально они прославились в какой-то другой роли. Кто-то был известен своим королевским статусом, кто-то своей спортивной карьерой, кто-то актерской. Параллельно с этим на протяжении уже многих столетий существует модный глянец. Журналы, которые дают нам проникнуть в мир моды, обозревают показы, делают стилистические подборки. В общем, соединяют мир моды и мир обычных людей. Но в 2000-е годы в модной индустрии появились новые ее теперь уже полноценные члены. Они не были журналистами, которые работают на какой-то глянец. Известны они были тем, что они просто известны. Но, тем не менее, они стали оказывать то самое модное влияние на огромные пласты населения. Сначала они назывались модными блогерами, потом их стали именовать модными инфлюенсерами. Связано это было с тем, что менялся формат платформ, на которых они, собственно, выступали. Но менялся не только формат, менялись и сами люди, которые были достойны статуса фэшн инфлюенсера. В этом видео я предлагаю вам посмотреть всю эволюцию модных блогеров, а также вместе подискутировать, являются ли те, кто заполняют 80% наших лент в социальных сетях своими видео с переодевашками и фоточками с пометкой look of the day. Являются ли они модными инфлюенсерами? А если нет, то кто они вообще? Кому из них можно верить, а кого лучше игнорировать? И, в принципе, существуют ли модные инфлюенсеры сейчас? Давайте разбираться вместе. Всем привет, с вами Оля. Вы на моем канале про фэшн и людей. У меня каждое воскресенье выходит выпуск самых актуальных, интересных новостей из модной индустрии, а также один тематический выпуск про историю модных домов, про их креативных директоров, обзоры недель мод и многое другое, что связано с модной индустрией. Если вы впервые на моем канале, то обязательно подписывайтесь. Ну а сегодня давайте окунемся в мир модных блогеров. Перед тем, как я перейду к рассказу про эволюцию модных блогеров, хочу сделать небольшой дисклеймер. В этом видео я буду говорить про так называемых фэшн инфлюенсеров. То есть это люди, которые снимают свои луки, снимают распаковки, переодевашки и так далее. Совершенно другой категорией являются так называемые блогеры-стилисты. То есть это люди действительно с образованием стилиста. Они уже не просто показывают свои образы, они объясняют, почему выбрали те или иные вещи, как они составляли комплект. В общем, передают какие-то базовые знания относительно цветовых сочетаний, методов коррекции фигуры, комбинации вещей и так далее. Активно развиваться блогеры-стилисты начали примерно в середине десятых годов и, на мой взгляд, внесли огромный вклад в то, как выглядим все мы. Действительно, я считаю, что общая масса людей стала выглядеть гораздо более стильно, лаконично, однозначно благодаря популяризации блогеров-стилистов и вообще профессии стилиста как таковой. Причем профессия эта только начинает набирать обороты. Сейчас стилисты работают как с обычными людьми, которые не хотят тратить время на подбор идеального гардероба, так и со звездами, которым важно создать яркий, необычный, запоминающийся образ. Для этого, конечно же, важно иметь достойное образование. Я являюсь большой фанаткой Fashion Factory School и безумно рада, что имею возможность познакомить с ней и вас и представить вам их курс «Стилист». Кстати, на курсе «Стилист» в этот раз в качестве приглашенного спикера будет Алексей Сухарев. Это мой кумир. Я уверена, что многие из вас смотрят модный подкаст. Я его просто обожаю. Помимо прочего, Алексей Сухарев работал еще на большом количестве телевизионных проектов в качестве стилистов и вообще является ярким представителем этой индустрии. Так что если учиться, то только у таких профессионалов. Курс длится три месяца, а преподают на нем известные лекторы практики, каждая из которых имеет неповторимый стиль и авторскую методику. На курсе не только теория, но и практика в самых стильных пространствах Москвы. У каждого студента есть свой личный куратор, который поможет по всем вопросам. Кстати, у Fashion Factory School есть и другие очень интересные курсы. Если вы смотрите мои обзоры, то вы знаете, что я всегда обращаю внимание на целостность бренда, а рассказываю не только про дизайн. Поэтому меня также очень привлекают обучение на бренд менеджера и пиар специалистов в сфере фэшн. В общем, я ярый фанат Fashion Factory School, и если вы хотите работать в модной сфере, то это идеальное место для обучения с нуля или же для повышения квалификации. И, конечно же, я дарю вам промокод Крайсман, вы его видите на экране, также оставлю его в описании. Он дает скидку до 50% и уникальную возможность обучиться профессии стилист. Переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку и получите бесплатную консультацию по всем вопросам, связанным с обучением. Началось все в нулевых. В 2005 году свой блог запускает Скотт Шуман. Там он публикует самые яркие фотографии прохожих. Цель своего блога он видел в том, что он показывал людям, модных людей на улицах, и тем самым создавал им такую доску для вдохновения. Уже через два года Тайм включил блог Шумана в топ-100 изданий, влияющих на мир моды. В 2008 году школьница Тави Гэвидсон создает свою страничку о моде. Там она публикует снимки своих достаточно сумасшедших образов на полароид и пишет какие-то остроумные заметки под этими фото. Уже в 13 лет Тави начинает вести гостевые талонки для Harper's Bazaar, для Style.com, а через несколько лет вообще создает свой собственный журнал. Параллельно она развивает свою актерскую карьеру, и в итоге блогерство предпочитает именно ее. Если вы смотрели новые сезоны сериала «Сплетница», то одну из героинь исполняла как раз-таки та самая Тави Гэвидсон, которая являлась одной из первых модных блогеров. Но самым ярким кейсом был блог «Брайан Бой». Брайан изначально был разработчиком, родом он из Филиппин, и просто как хобби начал вести свою страничку, потому что очень любил моду, все, что с ней связано. И в своем блоге он демонстрировал свои наряды, обозревал модные показы, писал интересные статьи, ну и параллельно делился подробностями из своей личной жизни. В 2008 году он получает мировую известность, потому что публикует видео, которое называется «Оставь Марка Джейкобса в покое». В итоге Марк Джейкобс отмечает этого блогера и даже называет одну из своих самых модных сумок «Би-би». В честь того самого Брайана Боя. Ну а уже в 2009 году происходит полный взрыв, особенно для представителей глянца, потому что Дольче Габбана сажают того самого Брайана Боя на первый ряд на своем показе. Вот так блогеры стали действительно частью модной индустрии. Между прочим, Брайан Боя существует до сих пор, сейчас он, конечно, активен больше в Инстаграме и в ТикТоке. Он все еще популярен, и Бизнес оф Фэшн даже посвятили ему статью, которую они назвали «Как инфлюенсер первой волны стал любимчиком поколения Z». Что объединяло всех этих блогеров первой эпохи? В первую очередь они, конечно же, увлекались модой и всем, что с ней связано. Каждый из них имел свой собственный стиль, очень непохожий на то, что мы видим на улице. Все они умели хорошо писать. Да, тогда блоги это были такие текстовые страницы в интернете с парой фото, но текст являлся все-таки основной частью. Именно поэтому многие из блогеров первой волны в итоге переквалифицировались в журналистов, которые работают для известных модных изданий. У каждого из них было свое независимое мнение на события, которые происходят в модной индустрии. Все они имели свой голос. Ну и поскольку они все-таки блогеры, они делились какими-то подробностями из своей личной жизни и создавали тем самым очень близкий и коннект со своей аудиторией. Даже если мы будем рассматривать других блогеров не из сферы моды, тогда основным мотивом, чтобы стать блогером, была страсть к какой-то теме. Будь ты модный блогер, будь ты техно-блогер или кулинарный блогер, тогда еще никто не знал, что это может приносить большие деньги. Поэтому это были люди, которые правда обожают то, о чем они рассказывали. Но затем наступила следующая эпоха модных блогеров, а точнее не блогеров. Начиная с 2010 года активно развиваются социальные сети. Человечество в принципе развивается или деградирует, и люди предпочитают визуальный контент текстовому. Тогда, конечно же, появляется Инстаграм, появляется Пинтерест и другие визуальные социальные сети. Поэтому модным блогерам приходится делать акцент на том, чтобы создавать фото-контент, нежели писать какие-то длинные статьи. Именно поэтому какие-то блогеры первой эпохи отселись на этом моменте. Появились какие-то новые, которым нравилось делать фотографии. Ну, а каким-то блогерам из первой эпохи все-таки удалось перестроиться и зарекомендовать себя уже на новых платформах. Ну, главный из них, конечно же, был Инстаграм. К блогерам, которым удалось мастерски сделать вот этот переход с текстового на визуальный формат, относятся как раз таки те, которые являются главными блогерами эпохи 2010-2020. Отметить я хочу Леандру Медин, которая создала свой блог Man Repeller. Долгое время он существовал и в текстовом формате, и параллельно она вела свой Инстаграм. Потом текстовую страницу она вообще сделала таким своеобразным медиа. То есть она начала нанимать редакторов, которые писали сюда вместе с ней. В итоге с этим медиа у нее не заладилось, и вроде бы в 2020 году она его закрыла. Но сама она существует до сих пор. И это девушка, которая отличается очень аутентичным таким стилем, и тем, что она делает совершенно какие-то безумные комбинации в одежде, и до сих пор даже плянец иногда делает подборки с какими-то стилистическими приемами от той самой Леандры Медин. В этот же промежуток времени популярной становится блогер Эми Сонг. Она, кстати, до сих пор существует. У нее тоже изначально была своя страница Song of Style, но теперь главной площадкой для нее, конечно же, является Инстаграм. Ну и, естественно, я не могу не упомянуть в этом выпуске Кьяру Феррани. Кстати, в своем телеграм-канале я специально перед тем, как снимать этот выпуск, делала опрос о том, каких блогеров смотрит моя аудитория, каких она любит, каких не очень. И большинство так или иначе упомянули Кьяру Феррани в позитивном или в негативном ключе, но как будто бы не упомянуть ее нельзя, потому что до сих пор она является, наверное, главным фэшн-блогером. Появилась она еще в 2008 году и фактически, наверное, является представителем все-таки первой эпохи, потому что у нее была своя страничка, она называлась The Blonde Salad, там она публиковала свои образы, постоянно ездила на недели моды и делала свои публикации касательно отчетов с недели моды, ну а потом очень успешно переехала в Инстаграм. Уже в 2013 году она запустила свой собственный бренд, который существует до сих пор и постоянно расширяет свою линейку. У нее начиналось все, по-моему, с каких-то рюкзачков, сумочек и обуви, потом у нее появились очки и другие аксессуары, сейчас у нее уже есть бьюти-линейка, в общем, расти она продолжает до сих пор. Уже в 2015 году она появилась на обложке испанского Vogue, запомним этот момент. Также она была частью рейтинга Forbes 30 Under 30, это рейтинг людей, которым до 30 лет удалось заработать более 30 миллионов долларов. В общем, у Киары все нормально и существует она до сих пор. Должна признаться, что у меня к ее нынешнему стилю есть определенные вопросы, но недооценивать ее успех, ее упорство совершенно точно нельзя. И тут как раз-таки стоит отметить, что все три блогера, которых я назвала, которые существуют до сих пор, но родились еще тогда, уже начинали свой блог как бизнес. Они обратили внимание, видимо, на того самого Брайана Боя и на других блогеров первой эпохи, которые раскрутились и начали зарабатывать на своем хобби. И для них блогинг изначально было не про хобби, это было про бизнес. Леандра Медин, которая Man Repeller, она так описала, что вообще она хотела стать журналистом, и блог для нее был возможностью написать какие-то первые колонки и потом ходить с ними по модным изданиям, что она в итоге не сделала, потому что блог стал популярнее любого глянца. Яра Феррани вообще создавала свой блог вместе со своим тогдашним еще бойфрендом, который был экономистом-маркетологом, и он отвечал за всю предпринимательскую часть, и она так и говорит, что у них с самого начала был бизнес-план и стратегия, которая, собственно, явно себя оправдала, учитывая то, что мы видим на сегодняшний день. Помимо названных мной трюк, конечно же, появлялись другие блогеры, которые уже рождались в Инстаграме. И что же объединяло вот этих блогеров? Давайте вспомним наш список из первой эпохи и немножко его изменим. Ну, во-первых, появляется такой момент, как инклюзивность. Дело в том, что действительно блогеры выглядели как представители народа. Они были абсолютно разных возрастов, абсолютно разных типажей фигуры, типажей внешности. Многие из них совершенно не были похожи на классических моделей. То есть инклюзивность стала неотъемлемой характеристикой сферы модного блогинга. Они все еще искренне увлекались модой и всем, что с ней связано. То есть даже несмотря на то, что, как я сказала, некоторые из них уже начинали это как бизнес, все-таки бизнес тоже рождается из какой-то внутренней страсти и увлечения. У всех них был собственный стиль, и это отчетливо видно по фотографиям. Если блогеры первой эпохи умели писать, то блогеры второй эпохи скорее умели хорошо фотографировать и позировать. Так или иначе, тексты с появлением инстаграма отошли скорее на второй план. Они все еще имели свой голос и независимое мнение, несмотря на то, что тогда они, конечно, уже начинали сотрудничать с брендами, и в этом нет ничего постыдного. Но и бренды целенаправленно выбирали, с кем им сотрудничать. И блогеры тоже достаточно избирательно относились к тому, кому они берут на рекламу, то как они ее преподносят. Все это должно было оставаться в рамках их собственного, того самого аутентичного стиля, который я упомянула несколько пунктов выше. Так как это уже был бизнес, они пытались анализировать то, чего хочет публика, что публике заходит больше. И то же самое, что важно брендам. К примеру, мой уже упомянутый экс-бойфренд Киароси ранее так и писал, что он понял через общение с брендами, что брендам не хватает людей, которые будут в отличие от глянца своевременно создавать какой-то контент, связанный с показами этих брендов, с новыми рекламными кампаниями, с новыми коллекциями. Все-таки глянец это формат, у которых есть достаточно большой временной лаг. Пока ты этот журнал напишешь, пока выпустишь, уже повествия изменится. А блогеры это делали вот в тот же самый момент и тем самым закрывали тоже определенные потребности бренда, которые до этого не закрывал никто. Ну и поскольку они все еще блогеры, а точнее уже не блогеры, а инфлюенсеры, потому что блогеры это все-таки тот, кто пишет блог, а тут у тебя больше фотоконтент, поэтому тогда уже они стали инфлюенсерами, они делились активно своей личной жизнью. Та же Киара Феррайне делилась абсолютно всем, что у нее происходит, в том числе расставанием с тем как раз-таки бойфрендом, с которым они все это дело начинали. Поэтому однозначно для зрителей блогеры были вот такими своими людьми. И поскольку блогинг действительно набирал обороты, именно тогда, примерно в 2016 году, началась настоящая война между блогерами и глянцем. И тогда была очень яркая неделя моды, на которой было уже огромное количество вот этих стрит-стайл блогеров. И только ленивый фэшн-журналист не написал какой-то едкий комментарий в их отношениях. Кто-то писал, что вот они тут каждые 30 минут переодеваются под каждый показ, и как сумасшедшие носятся между этими показами, и чуть ли не безопасности на дорогах угрожают. Кстати, это наблюдается до сих пор. Если вы посмотрите отчеты каких-то модных блогеров с модных недель, действительно, их работа во время модной недели заключается в том, чтобы как бешено носиться от показа до показа в надежде, что тебя-таки зафоткают в рамках вот этого стрит-стайла. Кто-то писал, что блогеры принесут смерть вообще моде как таковой и стилю. На самом деле и блогеры, и глянец всегда занимали свою нишу. Просто, видимо, глянце взбесило вообще появление таких людей. Почему вообще глянец затригерило появление модных блогеров? Потому что на тот момент глянец уже часто критиковали. Критиковали по следующим пунктам. Во-первых, за отсутствие инклюзивности. То есть, если мы берем классические съемки в глянце, то там всегда задействованы те самые идеальные модели. Тогда еще 90-60-90, сейчас параметры стали гораздо меньше. Но, тем не менее, там задействованы модели. Как правило, образы, представленные в глянце, это total look от какого-то бренда. Все-таки глянец живет на доходы. Не от того, что вот мы платим за журнал, а на доходы от рекламодателей, то есть от брендов. Поэтому часто какие-то развороты стилистические полностью посвящены одному или нескольким брендам. И модель представлена в total look от этого бренда. И поэтому критика была, что типа, какое здесь я вдохновение должен получить, если бы просто одели модель с ног до головы в один бренд. Также их критиковали за то, что в принципе в глянце проплачены брендами контент. То есть не только вот эти страницы, которые для меня понятно, что это реклама бренда. Но также и какие-то колонки, которые вроде как являются основным контентом глянца, тоже могут быть полностью проплаченным брендом и содержать в себе скрытую интеграцию. Ну и последний пункт – это отсутствие собственного голоса. Хотя с ним я не до конца согласна. То есть я считаю, что все равно у каждого из изданий есть какой-то свой стиль, свой голос. Но если брать тот факт, что бренды действительно начали проплачивать уже какие-то колонки, то, что глянец очень зависим от брендов, потому что потерять рекламодателей им тоже нельзя. Поэтому, условно говоря, разнести какой-то показ в пух и прах они тоже не имеют права, потому что это может привести к тому, что они потеряют важного рекламодателя. Виноват ли глянец во всех вот этих пунктах? Ну, не совсем. Ну, к примеру, моделей для каких-то съемок в том числе выбирает сам бренд. Бренды, как мы знаем, любят моделей, а не каких-то там различных представителей населения. В целом, глянец – это все-таки бизнес. Это большая компания, где работает огромное количество людей, поэтому сказать, что мы вот такие независимые и нам плевать, что вы нам говорите, это подставить под угрозу всю свою финансовую стабильность, а за ней, извините, идут зарплаты людей, которые там работают. Поэтому все-таки им нужно как-то было учитывать интересы этих брендов. В общем, это бизнес, и у него, как и любого другого бизнеса, есть свои издержки. Несмотря на все эти минусы, если мы посмотрим на людей, а именно журналистов, которые работали и работают для глянца, это очень талантливые журналисты. Им даже какие-то проплаченные колонки от брендов, они писали действительно вкусно, красиво и пишут до сих пор. И сейчас, к примеру, когда мы наблюдаем уход брендов из России, а также уход глянца из России, многие из бывших глянцевых редакторов переехали в Телеграмы или на какие-то другие платформы, у кого-то есть свой подкаст, и там слышно, насколько это люди действительно разбирающиеся в моде, насколько много лет они в индустрии, как красиво они умеют писать, говорить и все. В общем, настоящий профессионал из своего дела. Так что я бы не стала разносить глянец в пух и прах, но тем не менее, если мы возьмем вот этот список недостатков, то блогеры как раз-таки как будто бы восполняли все эти дыры. Вообще, блогеры на тот момент стали так называемым мостом между тем, что нам показывает глянец, и нашей жизнью. То есть, условно говоря, когда я видела в глянце вот этот тотал лук от какого-то бренда на идеально встроенной высокой модели, я также могла найти модного блогера, который имел уже более среднестатистическую внешность. И он мне показывал, как этот лук можно было создать из других брендов. Он мне показывал какие-то, возможно, более оригинальные стилистические приемы. Он мастерски комбинировал люкс и масс-маркет. Ну и в целом человеку, который, допустим, не следит там за неделями моды, а тогда еще и ресурсов не было, чтобы за ними нормально следить. Он показывал, как все вот эти тренды и то, что было продемонстрировано на показах, как это все можно было интегрировать в реальную жизнь. Так что, на мой взгляд, глянец и блогеры очень классно друг друга дополняли. Но, тем не менее, война между ними все-таки была, потому что бренды потихонечку начинают замечать такое явление, как блогеры. Начинают понимать, что те уже действительно имеют достаточно громкий голос и влияние, а не же инфлюенсеры, на аудиторию. Поэтому между глянцем и блогерами начинается борьба за бюджеты этих брендов, за рекламные бюджеты, потому что бренды уже какую-то часть этих бюджетов начинают отдавать блогерам. Про эту войну и кто в ней победил, мы поговорим еще попозже. Сейчас немножко дополню вот эту эпоху 2010-2020. А помимо модных блогеров, которые публикуют свои фоточки со стрит-стайла, со своими какими-то луками, появляется еще огромное направление, это блогеры-стилисты. Причем особенно активно оно появилось как раз-таки на русскоязычном пространстве. Этим мне нравится, знаете, вот наши люди, потому что нам вот этот инстаграм, где у тебя просто фоточка, это, извините, недостаточно. В то время как, условно говоря, в американском инстаграме каждый постит просто свой завтрак и просто свой лук на русскоязычном пространстве, если уж ты постишь свой завтрак, то ты или рецепт добавь, или расскажи, почему ты ешь эти продукты, или хотя бы калорийность напиши, а лучше вообще какую-нибудь еще статью по питанию к этому приложи. То же самое касательно луков. Там как бы не просто показать, что смотри, какая я красивая, какая у меня классная кофточка. Ты, извините, расскажи о том, что вот это было показано у такого-то дизайнера, или это является трендом осени. И вообще расскажи про тренды осени следующего года. В общем, у нас есть гораздо больше запрос на какой-то образовательный контент. И вот на этой волне, помимо модных блогеров, появляется еще огромное количество блогеров-стилистов. Именно тогда появляются Мариана Елисеева, появляется Елена Голанд, появляется Рита Мурадова, Александр Рогов, Блогон Хилл, Татьяна Тимофеева, которая школа шоппинга. В принципе, все упомянутые мною блогеры существуют и по сей день. Какие-то из них вам могут нравиться, какие-то нет, но в этом-то и прелесть того, что блогеров много во всех жанрах. Блогеров много. И тут уже зритель выбирает того, кто ему откликается по манере подачи, по тому, как он выглядит, по тому, как он говорит, по тому более ли он серьезный, или он наоборот такой шутничок. Тут, как говорится, каждый на свой вкус может кого-то найти, то же самое со мной. Кто-то мной восхищается в комментариях, а кто-то пишет, что я там, не знаю, скучно или плохо говорю. В этом-то и прелесть социальных сетей и блогинга как такового, что каждый может найти спикера себе по вкусу. Так и стилистов оказалось огромное множество. И получается, что с одной стороны они те же модные блогеры, которые делают красивую фоточку, демонстрируют какие-то вещи, но плюс еще они дают какую-то пользу в виде информации. Помимо блогеров-стилистов, поскольку основной площадкой был инстаграм, там есть еще огромное количество других тематических блогеров. Ну, например, тревел-блогеры и лайфстайл-блогеры. Тогда лайфстайлы это были мамочки-блогеры. И получается так, что в принципе те же тревел-блогеры и те же мамочки могут демонстрировать свои аутфиты. Более того, иногда у них даже аудитория больше, чем тех самых модных блогеров. И вот тут начинает происходить вот это смешение, которое, как и мне кажется, принесло несколько негативные последствия. И о них мы поговорим сейчас. Друзья, если это видео вам интересно, если оно вам нравится, пожалуйста, поддержите меня своей активностью в виде ваших комментариев, любых комментариев. Это очень важно для продвижения и развития канала. Я буду вам очень благодарна. И тут наступает третья эпоха, которая длится по сей день, хотя, на мой взгляд, ближется к своему концу. С 2019 года человечество деградирует, видимо, еще больше, потому что мы не то, что уже тексты длинные не хотим читать, как это было в эпоху текстовых модных блогеров. Нам уже и фото, и каких-то пяти предложений под ним это уже слишком для нас, поэтому мы переходим на формат коротких видео. Начинается бум тиктока, другие социальные сети копируют этот формат, и нам теперь, извините, нужно все успеть засунуть в минуту какого-то видеоконтента. Желательно сделать это максимально эстетично, насыщенной информацией, еще и развлекательной, и под какую-нибудь классную музыку. При этом блогеры получают все больше и больше влияния. По статистике, 72% миллениалов совершают покупки не через сайты или какие-то рекламные компании, брендов, они совершают их через отметку у блогеров. 72% это огромное количество. Конечно же, бренды на это реагируют, и все больше брендов начинают отдавать огромные проценты маркетинговых бюджетов именно на коллаборации с блогерами и так называемый инфлюенсер сидинг. Это когда бренды начинают рассылать просто чуть ли не рандомно вещи по блогерам, лишь бы те их продемонстрировали у себя в ленте. В целом, охваты блогеров становятся гораздо шире, чем охваты того же самого глянца. Поэтому на этот момент как будто бы глянец действительно проигрывает вот эту войну с блогерами. Но насколько блогеров можно назвать победителями, это достаточно спорный момент. Из-за того, что бренды все больше внимания обращают на них и все больше бюджетов направлены на сотрудничество с блогерами, бренды начинают управлять тем, с какими инфлюенсерами они сотрудничают. Если раньше у нас был достаточно узкий круг вот этих модных блогеров, и они могли решать, с какими брендами они хотят сотрудничать и на какой основе, то теперь у нас есть огромная куча модных блогеров, ну или просто блогеров. И тут уже бренды снова решают, а с кем из них хотят сотрудничать они и на каких условиях. К чему это приводит, и точнее, кого выбирают бренды? Брендам, как таковым, плевать, насколько этот человек действительно интересуется модой, насколько у него там есть свой собственный стиль. Поэтому выбирают они не только изначально фэшн инфлюенсеров, они обращают внимание и на тех же тревел-блогеров, и на тех же мамочек-лайфстайл-блогеров, или не мамочек, но лайфстайл-блогеров. И если нужно показать самых популярных, влиятельных блогеров на сегодняшний день, то я вам сейчас покажу вот эти фото, и мы можем заметить, что все они обладают модельной внешностью. Тут вопрос с инклюзивностью как-то отпадает. Касательно того, что они имеют собственный стиль. Вот давайте я сейчас вот искренне просто на бум, у меня это неподготовленный материал, и я на бум вам составлю портрет блогера 2022, а моя монтажер попробует найти фотографии, которые под этот портрет подходят. Блогер 2022. У него обязательно есть фотография в длинной джинсовой юбке, такой узкой джинсовой юбке Макси. Дополняет он ее или адидас самбо, или какими-то вьетнамками. Сверху однозначно или белая футболка, или белый какой-то тэнк-топ, в идеале, если это тэнк-топ Лоева или в Сен-Лоран. Ну и какая-нибудь из трендовых сумочек. Возможно, дизель, которая была популярна. Возможно, какая-нибудь сумочка Селин, потому что они сейчас тоже на пике. Шанель всегда будет в тему. Вот это, на мой взгляд, портрет блогера 2022. В общем, о каком собственном стиле мы можем говорить? Вот объясните мне. По сути, есть три группы блогеров. Есть те, которые пропагандируют эстетику вот этой тихой роскоши, тихого люкса. Это сейчас стало особенно модно. Есть блог, который про такую эстетику 90-х, нулевых, какие-то маскулинные, объемные силуэты. Им это больше нравится. И есть те, которые про какие-то сексуальные, обтягивающие платья, это третья группа. И вот в рамках этих трех групп, ну, большого разнообразия мы не увидим. Давайте для сравнения я вам снова покажу фотографии блогеров эпохи 2010-2020. Согласитесь, они выглядят максимально по-разному. Каждая из них максимально аутентична. У каждой есть какой-то свой стиль. И это такие какие-то нестандартные сочетания, которые выглядят немножко крэйзи, и которые вряд ли мы, как люди, начнем повторять точь-в-точь. Но, возможно, что-то из этого нам понравится, и мы как-то какую-то часть интегрируем в свой уже повседневный гардероб. Что же получается сейчас? Мало того, что вот эти блогеры, которых я назвала в этих джинсовых юбках, ходят. У нас еще и каждая вторая девушка на улице так и выглядит. Если возьмем, допустим, прошлый год, то тогда были брюки карго и белые танк-топы. То есть то же самое, по сути, с брюками карго, и все так ходили. Хуже всего дело обстоит с какими-то люксовыми сумочками. Это, в принципе, уже ходовая практика, что бренды, когда у них выходит новая сумка, начинают рассылать ее по инфлюенсерам. Ну, допустим, возьмем прошлый год. На хайпе была сумка Балинсяга Лекоголи. Только ленивый блогер с ней не появился. Вместе с этими модными блогерами и все другие блогеры и все, у кого в инстаграме 10 плюс тысяч подписчиков, начали появляться с этой сумкой. Мало того, что сама сумка по себе спорная, но появляться с ней начали все. И самое ужасное, что после этого еще все зрители, у кого есть деньги на эту сумку, и даже те, у кого их по сути нету, но они вроде как смотрят на вот это все, им хочется, они начинают, не знаю, откладывать там последнюю зарплату или на день рождения просить друзей и родственников скинуться, чтобы приобрести вот эту Балинсягу Лекоголи. Эта сумка стоит примерно 2,5 тысячи долларов. Там зависит от размера, от цвета, но примерно 2,5 тысячи долларов. И в итоге весь инстаграм и половина, не знаю, центра города, условно каких-то модных заведений в центре города, завалена девушками с вот этой сумкой Балинсяга. И при этом одни еще считают, что они такие стильные кошечки, кисточки, которым так вывезло, и они такие красотки, и я не знаю, или они сами на эту сумку заработали, или им там ее их бойфренды, мужья проплатили. Но камон, у нас, блин, все модные блогеры, которые должны свою какую-то аутентичность и собственный стиль пропагандировать, и еще пол улицы ходят с одной и той же сумкой, на которую они, блин, потратили 2,5 тысячи долларов. Ну, по-моему, это просто смешно. Небольшой дисклеймер. Если вдруг у вас есть эта сумка, мой посыл был ни в коем случае, чтобы вас обидеть. Если вам она действительно нравится, то она имеет место быть в любом гардеробе. Тут вопрос не в сумке, вопрос в мотивации, чтобы ее купить. И на данный момент для большинства людей мотивацией является то, что она просто типа как у всех есть. С каких пор мы вообще хотим быть похожими друг на друга? С каких пор у нас есть какой-то стандарт, не знаю, женского лица, и у нас все там ходят, надувают губы и делают себе скулы, и женщины становятся просто одна к одному, условно, в инстаграме, да? То же самое происходит с модой. Если вам важно просто выглядеть стильно актуально, то окей. Но если вы типа модный инфлюенсер, ну не знаю, по-моему, это стыдно. Когда у вас такая же сумка, как еще у 3000 человек других модных блогеров, у каждого из которых свой собственный аутентичный стиль в инстаграме. Идем дальше по нашему списку. У нас, значит, сначала блогеры умели писать, потом они умели фоткать. Теперь они обозначены, я вспомню, как умеют делать контент. Это до сих пор все еще имеет какое-то значение фотография, но гораздо большее значение сейчас имеют видео, реал, шорт, тиктоки, как хотите, и какой-то там стори-телл, сторис, да? Тоже сопровожденный каким-то красивым контентом, будь то, опять-таки, видео или фото. И вот это важный пункт. По сути, вот это вместе с модельной внешностью то, что сейчас интересует брендов. Бренды поняли, что нафига им тратить вообще деньги на какие-то съемки, брать каких-то суперизвестных моделей. Они это, естественно, все еще делают, но зачем им это делать в каком-то большом количестве? Им можно это сделать один раз в рамках рекламной кампании для коллекции. А так тут есть куча блогеров, которые это сделают. Ну, если они еще не такие большие, то, грубо говоря, по бартеру за сумочку. Если они уже побольше, то по бартеру за сумочку и плюс там за какую-то сумму денег, да? Все равно это дешевле, чем известный фотограф, известная модель, студия, все реквизиты для съемки, весь съемочный процесс. Это блогер уже делает сам. Поэтому вот это умение сделать красивую картинку, красивый контент, оно выходит на первый план. И по сути, те блогеры, которые сейчас являются ведущими, и здесь я буду активно, в пример, приводить Леони Хани, потому что, по-моему, она одна из первых, кто бомбанул именно с какими-то классными рилсами. Они получают, можно сказать, бразду управления в этой индустрии. И они правда делают прорыв, потому что, что глянец, что даже сами бренды немножко отставали в плане вот креативности контента. И по сути, блогеры начали показывать, как какие-то вещи можно презентовать очень прикольно, круто, не реально, под музыку, креативно. Поэтому за это вот этим контент-мейкерам, а именно так я хочу их называть, большой и жирный плюс. Они сделали очень большое дело, и они правда делают очень классный контент. Еще раз повторю, они делают контент, и на мой взгляд, это контент-мейкеры. Это не фэшн-блогеры. Возьмем тоже Леони Хани и опять возвращаясь к пункту про собственный стиль и про какую-то страсть к моде, страсть к индустрии. Вот вы можете назвать любимый бренд Леони Хани. Вы можете как-то описать ее стиль. То, что сейчас мы видим в последнее время на ней, это можно описать как новогоднюю елку. У нее, как правило, все какое-то супер яркое, блестящее. Помню в корону, у нее было очень много колор-блокинга, она за счет этого выделилась. Но сказать, что у нее есть какой-то четкий, аутентичный стиль, как это в свое время было и все еще есть у той же Мэн-репеллер, такого ты про нее не скажешь. Более того, давайте посмотрим несколько луков от Леони Хани. Ну, допустим, вот этот лук, это Total Fendi лук. Вот этот лук, это Total Look Miu Miu. Вот этот лук, это Total Look Prada. То есть, если раньше фэшн-блогеры это были те, кто показывали мне, как все то, что я увидела на показах брендов, я могу адаптировать в свою жизнь, используя какие-то части из масс-маркета или прикольно комбинируя разные вещи, теперь я на блогере просто вижу Total Look от бренда, это такой же лук, который я могу увидеть на показе. Более того, я могу, если уж у меня есть деньги на весь Total Look от Fendi, я могу прийти в Fendi и мне любой продавец-консультант составит такой же лук еще покруче, как это сделала Леони Хани. Заслугой является лишь в том, что она при этом сделала супер какое-то красивое видео или картинку. А это то, что важно для бренда. Поэтому говорить здесь про какой-то независимый голос и свое мнение, ну, просто смешно. Но да, до сих пор блогеры вроде как делятся лично, хотя этого становится меньше. Тем не менее, это важно, чтобы иметь все-таки коннект с аудиторией, это важно для тех же брендов. Хочу сделать небольшое пояснение. Тот факт, что блогеры и модные блогеры сотрудничают с брендами, что те им проплачивают какой-то контент, в интернет нет ничего плохого, в этом нет ничего постыдного. Блогер все-таки создает контент для аудитории бесплатно. Естественно, кто-то ему должен платить. Если ему не платит аудитория, то за это платят рекламодатели. В этом ничего такого нет. В том числе у меня на канале вы видите рекламу. Другой вопрос, что есть блогеры, у которых есть рекламные вставки. Причем я вас уверяю, что блогеры, которые уважают свою аудиторию, они очень тщательно отбирают того, кого они вам рекламируют. Потому что для любого адекватного, выслущего человека, доверия аудитории важно. Параллельно с этой рекламой они дают еще огромный блог какого-то полезного контента. Даже если это фэшн-блогер, у которого как будто бы видео, одно видео — это все сплошная интеграция. Допустим, на YouTube такое бывает, что одно видео — это распаковка от какого-то бренда. Все равно там присутствуют какие-то стилистические советы часто, особенно если мы про блогеров-стилистов говорим. Там присутствуют какие-то отсылки, допустим, к модным показам, какие-то идеи по стилизации этих вещей по тому, как их комбинировать с вещами от других брендов, которые уже есть в их гардеробе. Если мы посмотрим на вот этих инстаграм модных инфлюенсеров, которые есть сейчас на ту же Леони Хани, то это просто сплошной продуктовый каталог. Если мы берем русскоязычное пространство, то тут в ассоциацию сразу приходит Карина Нигай, потому что Карина Нигай — это такая наша Леони Хани, она тоже взлетела на том, что она делает очень крутой рилс, и это она делает классно. Нужно отдать должное, что Карина Нигай, а многие, особенно ее коллеги, ее хейтят, но, по-моему, это скорее зависть. Но, тем не менее, та же Карина Нигай, у нее есть образование стилиста, причем итальянское образование. У нее есть какой-то опыт работы стилистом, да, для себя она выбрала другой путь, она выбрала не быть вот этим практикующим стилистом, да, она выбрала вот этот путь больше блогинга, создания контента, но даже если мы посмотрим ее какие-то видео на Ютубе с распаковками, она все равно пытается вставить какую-то полезную информацию, объяснить, почему она выбрала ту или иную вещь, там, рассказать, как ее можно стилизовать, с чем ее можно комбинировать, в общем, она все равно пытается вот дать какую-то пользу. А то, что мы видим у иностранных блогеров, это, извините, просто продуктовый каталог. Очень красивый, очень креативный, но это продуктовый каталог. Что в итоге мы имеем сейчас, когда рассматриваем самых популярных фэшн инфлюенсеров? Это отсутствие инклюзивности, я уже сказала, что бренда выбирают себе блогеров с модельной внешностью. Лента состоит из образов, так называемых, тотал луков, то есть это образы полностью из-за того бренда, который, естественно, этим брендом проплачены. Тут не идет речь о каких-то интересных комбинациях разных брендов, комбинации люкса и масс-маркета, нет, это просто тотал луки от одного бренда. Соответственно, вообще весь контент, он проплачен брендом и отсутствие собственного голоса. Вот такой список у нас получился, и у меня сейчас какой-то дежави, так как будто бы мы этот список сегодня уже обсуждали. Точно, это же как раз те пункты, за которые критиковали гляне. По сути, блогеры стали новым глянцем. А в чем проблема глянца? Что им управляют бренды. Поэтому теперь блогерами управляют бренды, и то, что раньше блогеры были вот этим мостом между модной индустрией и обычными людьми, то этот мост снова перестал существовать, потому что блогерами управляют бренды. Сейчас может показаться, что я как будто бы негативно отношусь к вот этим блогерам из Инстаграма, типа та же Лео Нехани, которая сегодня по полной досталась. Нет. Они меня восхищают, и они сделали огромный путь, они построили бизнес, и видно, что они невероятно уличены и со страстью относятся к своему делу. Другой вопрос, как их называть. Хотя они сами, многие себя, к сожалению, называют фэшн инфлюенсерами, для меня это, как я уже говорила выше, это контент-мейкеры. Это люди, которые могут суперкрасиво, креативно продемонстрировать какие-то продукты. Разбираются ли они в моде? Не уверена. Смотрят ли они вообще показы, на которые они ходят? Тоже не уверена. Но у них есть чувство вкуса, и они могут классно продемонстрировать продукты. Так что к ним вопросов нету. Они делают то, что они любят, и делают это суперклассно. Тут опять-таки вопрос, наверное, к брендам, что бренды зациклены только на охватах, только на красивой картинке, только на красивом блогере. Их не интересует вообще, что ты там будешь рассказывать, какой у тебя собственный стиль. Поэтому благодаря вот этому более частому сотрудничеству с брендами, именно такие люди становятся фэшн инфлюенсерами. Я не буду наивной, и я не думаю, что мы сможем что-то изменить вот в этом отношении. Поэтому я хочу сделать призыв к вам. Если сейчас мы начнем блог про то, куда все идет, на мой взгляд, потихонечку все действительно начинает устаканиваться, и все больше интереса снова получают блогеры, которые все-таки дают какую-то образовательную часть, а не являются просто продуктовым каталогом товаров. Причем связано это, по-моему, еще с тем, что сами бренды уже научились у этих блогеров и тоже начинают делать креативный контент. Поэтому вот такие люди, опять-таки, как Леони Хайны, если вам нравится делать переодевашки, сниматься, придумывать какие-то прикольные рельсы, то в этом нет ничего постыдного и плохого. Другое дело, что или вы называете себя как контент-мейкер для брендов, или вы вообще устраиваете работу к бренду в роли контент-мейкера. Но говорить, что я модный блогер, модный инфлюенсер, ну, на мой взгляд, это совсем неправильно. Вы можете оспорить меня в комментариях. Так вот, поскольку я не ожидаю, что бренды будут что-то менять в своем отношении, потому что это не меняется уже на протяжении десятилетий, я призываю вас, если вам нравятся вот эти блогеры-миллионники, которых я сегодня называла, то относитесь к ним еще раз как просто к красивым продуктовым каталогам. Не нужно воспринимать то, что они показывают, как призыв к покупке, как вот это то, что сейчас модно и актуально. Нет, формируйте, пожалуйста, свой стиль. А если вам сложно это сделать самим, обращайтесь к стилистам. А может, вам вообще все равно на какие-то тренды, на какие-то моды. Покупайте, в конце концов, то, что вам нравится, а не то, что показал фэшн-блогер. Иначе будет вот эта история, как сумка элекоголи от Balenciaga. Сюда можно подставить вот это мультипушет от Louis Vuitton. Сюда же можно подставить вот эту нейлоновую, да, тоже рейнейлон от Prada, или как она называлась. Это все сумки, которые какое-то время были просто у всех. Сейчас это, по-моему, пляжный вот этот шоппер Loeva. В общем, дорогие друзья, покупайте то, что вам нравится, формируйте свой аутентичный стиль. Не нужно подстраиваться под блогеров. Это просто красивые продуктовые каталоги. Узнавайте больше о брендах, об их истории, например, через мой канал, потому что это тоже помогает сформировать какие-то более ценные стойкие связи с какими-то брендами. Смотрите показы модных брендов, потому что теперь, как мы видим, в принципе, модные блогеры ничего иного и не транслируют. На этом канале мы также обсуждаем показы. Уже близится череда осенних недель моды, поэтому в сентябре у нас будет много контента, где мы будем подробно обсуждать все, что там происходит. Так что подписывайтесь на канал, чтобы это не пропустить. Если это видео вам понравилось, то, пожалуйста, поддержите меня своей активностью. Это очень важно для развития канала. Напишите любой комментарий. Если хотите, поделитесь этим видео в социальных сетях. Пожалуйста, делайте не просто скрин канала, а прикрепляйте еще ссылку, чтобы ваши подписчики сразу смогли перейти на канал. Благодарю всех, кто досмотрел это видео до конца. Пока-пока.